Зимой и летом одним цветом. Это про тонировку. Нарушителей много вне зависимости от сезона. Но если летом они просто нарушали ПДД, то теперь представляют реальную опасность для других участников дорожного движения. Ведь в осеннюю непогоду тонировка чаще всего становится причиной серьезных аварий. Тонировка ухудшает обзор с места водителя, а в условиях непогоды, в условиях сумерек, тонировка еще больше снижает видимость водителя, например, пешеходов. Таким образом повышается риск дорожно-транспортных происшествий, и это достаточно сильно влияет на дорожную безопасность. Светопропускная способность стекол данного автомобиля составляет 7%. То есть допустимое разрешается 70%. Лобового 75%. Но как мы видим, лобовое тоже стекло затонировано. Светопропускная способность стекол в данном случае в 10 раз меньше, чем этого допускает техрегламент. А значит водитель, особенно вечером, ездит практически вслепую. Причем если с тем же ксеноном, установленным на авто, водители могут и не догадываться о том, что нарушают, в данном случае проступок, как говорится, умышленный. Если водитель допускает тонирование лобового либо передних стекол, которые превышают установленные нормы, то в данном случае водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Также на водителя выписывается требование об устранении причины и условий, которые способствовали данному административному правонарушению. Через 10 дней после того, как водителю вручают требование, начинается отсчет его испытательного срока. Если он в течение последующих трех месяцев попадется с тонировкой, ему может грозить уже не только штраф, но и административный арест в зависимости от решения судьи. И, как правило, Фемида с повторниками не церемонится.